В Красноярске массово эвакуировали людей из десятка зданий. Причина сообщения о бомбах по всему городу. Похожие звонки происходят по всей стране. Сразу 11 городов атаковали телефонные террористы. Подробнее об этом расскажет Максим Лебедев. Он сейчас в студии. Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Такого ЧП, как сегодня, не было за всю историю Красноярска. Людей массово эвакуировали из главных зданий города. Первые сообщения о бомбах появились сегодня примерно в 3 часа дня. Сначала стало известно о аэропорте Емельянова и Междугородном автовокзале. Людей вывели на улицу из семи крупнейших торговых центров. Это Планета, Взлетка, Плаза, Полтавский, Красноярия, Сибирский городок, атмосфера дома и Квант. Полиция не подпускала людей к этим зданиям. На выезды отправились сотрудники ФСБ, МЧС и медики. Каждое здание проверял кинолог. Недавно стало известно, что подобное происходит не только в Красноярске. 9 сообщений о бомбах поступило из Норильска и по одному из Зеленогорска и Железногорска. Возвращаясь к Красноярску, скажу, что всего было 15 сообщений о заминированных зданиях. Сотрудники полиции оцепили центр города и постоять на улице пришлось даже сотрудникам городской мэрии. На телефон горсовета на приемную поступил звонок о том, что городской совет заминирован, что это не шутки и что это не учебная тревога. Начинайте эвакуироваться. Дождь шел, мы стояли вот здесь на крыльце. Сейчас приехала полиция, то есть мы вызвали сразу полицию. Приехала полиция, они осматривают помещение и ждут, когда привезут собаку. Из-за сообщений о бомбах люди были напуганы, горожане активно постили информацию о якобы заминированных зданиях. Напомню, такое уже случалось с несколькими городами России и сегодня уже их число дошло до 11. В Уфе, Ставрополе, Омске, Тюмени, Магадане, Екатеринбурге, Старлитамаке, Брянске, Владивостоке и Южно-Сахалинске точно такие же сообщения приходят, в том числе и сегодня. Вот недавно появились сообщения о заминированных зданиях в Москве. К примеру, сейчас там эвакуируют РУДН. В Перми из-за ложных сообщений о бомбах сегодня не работают школы. В Челябинске начали звонить еще вчера вечером, точно так же, как в Красноярске сообщали о минировании в 10 крупнейших торговых центрах. Звонили в том числе и в сами ТК, а потом сотрудники этих комплексов звонили снова в полицию. Все это мешало сотрудникам МВД определить, кто же все-таки звонил. Из-за этой неразберихи всего за ночь полиции пришлось эвакуировать 18 тысяч человек. В Омске звонили даже два дня подряд, 10 и 11 сентября. Там тоже вывели на улицу немало людей. Весь центр города был ночью перекрыт. Полицейские только успевали переезжать с объекта на объект. Подобных массовых актов ложного минирования у нас в городе до этого не встречалось. Финансово потеряли и организации, которые занимались развлечением людей, и сами люди, которые непосредственно были в центрах. Столько было вот этих вот сообщений о том, что якобы заминированы объекты, что не хватало личного состава управления МВД. Соответственно, были вызваны даже люди из резерва и из запаса. Если говорить о цифрах, то это около 7,5 тысяч человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело, полиция его ищет, но пока ничего найти не могут. Сейчас атака телефонных террористов в Красноярске продолжается, как и в Челябинске. Там пытаются сбить полицию со следа. А вот что нам рассказали ФСБ. На данный момент звонки еще продолжаются, регистрируются. Звонки поступают не непосредственно в органы внутренних дел, а поступают, скажем так, руководителям. То есть непосредственно на различные организации. Раскрываемость данного рода преступлений, имеется в виду преступлений о ложных минированиях, она практически составляет 100%. Поэтому на что рассчитывают лица, все еще панику таким образом. Непонятно, ведется работа, как я уже сказала. И от ФСБ мы сообщаем о том, что на сегодняшний день реальной угрозы возникновения терактов на территории региона не выявлено. Посмотрим, удастся ли правоохранительным органам остановить телефонных террористов. Если этого не произойдет, возможно, уже сегодня или завтра еще один город России может стать следующим. На этом у меня все. Юля, передаю тебе слово. Максим, спасибо. Я напомню, это был наш корреспондент Максим Лебедев с информацией о массовой эвакуации в Красноярске и других городах России. Мы переходим к другим темам. Спасибо.